Нурсултан Назарбаев на брифинге по итогам саммита по ядерной безопасности в Гааге опроверг предположение, что из-за участия Казахстана в Евразийском экономическом союзе республика может потерять свою независимость. Вот заявление бессменного лидера нации, цитирую, «Интеграция дает возможность убрать таможенные барьеры и повышает конкурентноспособность, поэтому у нас чисто прагматический экономический интерес. Что касается нашей политической независимости, то это константа, и Казахстан никому не отдаст суверенитет». Между тем Ельбасев встречался и с Бараком Обамой по вопросам вступления республики во Всемирную торговую организацию, и в этом политике углядели точный расчет. «Он заявляет, лишь бы успокоить аудиторию, хорошим выглядеть перед журналистами, особенно в Европе». Однако с позиции Назарбаева согласны не все. Экс-депутат парламента Казахстана, а ныне оппозиционный политик Серегбай Алибаев уверен, Евразийский союз, о котором постоянно твердит нашултан Абишевич, это фактическая потеря независимости республики. Российский бизнес просто поглотит казахстанский, и от этого пострадают прежде всего простые люди. «И ВТО, Евразийский союз еще беднее сделает казахстанца, еще будет нагнетать ситуацию, еще недовольных не согласны будет еще больше и больше. И не учитывать это власть не имеет права, они доведут страну, но мы хуже будем, чем на Украине, все-таки это европейская страна». «С таким государственным менеджментом мы только теряем, теряем, теряем. И не только наше национальное богатство, мы теряем и суверенитет, и независимость». Экономист из Астаны Жангильды Шемшиков предрекает провал экономическим проектам Назарбаева. Эксперт считает, союза между сильным и слабым не существует. Мощная Россия вмиг поглотит крохотную экономику Казахстана. А вступление в ВТО с либеральными правилами игры грозит казахстанскому бизнесу китайской экспансии. По словам эксперта, Евразийский союз все же опаснее, чем ВТО. Не стоит забывать, что страны СНГ имеют плохую политическую наследственность. «Нельзя на две лодки одновременно садиться, или, как казахи говорят, «Екакимен кирогон-стаган сухагетет» или «разорвет его». Получается, что мы, если в Евразийском союзе будем, то однозначно мы должны отказаться от какой-то части своего суверенитета. Если мы надеемся, что членство в Евразийском союзе никак не отразится на нашем суверенитете, мы глубоко ошибаемся». Евразийский экономический союз, куда планирует войти Казахстан, Россия и Белоруссия, должен стартовать с 1 января 2015 года. Хорошо это или плохо, граждане узнают уже менее чем через год. Продолжение следует...